Здравствуйте, приветствую вас на YouTube канале Про Цветок. Сегодня с вами ученый-агроном Ломонос Петр. Тема сегодняшнего нашего занятия будет посвящена цветной капусте. Эта культура стала очень популярна благодаря высокому содержанию белков, углеводов, витаминов и разных необходимых для организма веществ. Она уже не новинка в наших огородах. Конечно, у кого-то получаются очень хорошие результаты, а у кого-то оголоки получаются мелкие, быстро растрескиваются, становятся коричневыми и такими красивыми, как вы видите их в продаже. Что мы не доделываем, в чем наши ошибки, давайте будем разбираться вместе. Во-первых, цветная капуста, если говорить в общих чертах, это такая культура, которая требует тепла, плодородной почвы, достаточной влажности воздуха и достаточной влажности почвы. Если эти условия будут соблюдаться, ананас порадует высоким урожаем. Ну, давайте обо всем начнем по парадку. Первое. Что самое интересное. Цветную капусту, значит, поскольку она любит тепло, можно выращивать в теплицах, которые с обогревом. И первые посевы этой культуры можно делать уже в декабре месяце. Каждый следующий посев повторяем через две недели. Потому что от начала наливания любого сорта, от начала наливания этого качана образования, созревания, и вот период созревания в две недели. Поэтому через две недели мы будем иметь капусту практически круглый год. Первый посев в декабрь, январь, февраль, март, апрель, май. И последний посев нашей капусты мы делаем в конце июля, начале августа. Ну, а теперь расскажу по парадку. Значит, первые посевы, конечно, ясно, что посевы декабрьские, январьские, февральские мы выращиваем в теплицах. Посевы, которые уже будем делать в марте, мы начинаем выращивать в грунте. А вот самый интересный последний посев, который мы будем делать в конце июля, начале августа, все эти сроки приводятся для центральной части Белоруссии. Если вы живете южнее или севернее, поэтому, соответственно, вносите корректировки в эти сроки. Значит, а последняя капуста у нас просто пойдет на доращивание. И доращиваться она уже будет не в открытом грунте, потому что уже в сентябре становится холодно. А доращиваться она будет у нас в подвалах при температуре от 1 до 5 градусов тепла. Причем, даже для доращивания капуста можно содержаться или в траншеях, или просто подвешиваться корнями вверх. И она прекрасно в течение месяца-двух, в зависимости от температуры, будет образовывать и наливать эти головки. Ну, значит, теперь мы уже знаем сроки посева. Сорта можно брать любые, когда бы каприза нет, все сорта хорошо удаются. Ну, а краска сорта, будь то белая, будь то фиолетовая, будь то желтая или зеленоватая, это уже на ваш вкус. То, что вам нравится. Потому что капуста может потребляться как в свежем, так и в тушеном виде, это самое, обжаренном виде. И, соответственно, вы можете подобрать окраску и сделать из качанчиков этой цветной капусты, ну, такую радуву на своем столе. Не забываем, значит, что все ранние сорта капусты где-то образуют 15 листьев. И после 15 листа начинают закладывать уже в эту цветоносную головку. Сорта более поздние, где-то 20 листьев. Так вот, такая особенность, что на рассаду капуста даст хороший урожай, если будет иметь хорошие корни, хорошие листья. А что для этого надо? Если мы просто посеем, как все капусты, этот вид капусты, значит, ну, во-первых, она более теплолюбивая. Для прорастания семян надо не менее плюс 12 градусов. Самая лучшая температура 12-18 градусов. Ну, а для роста, соответственно, уже 18-20 градусов. Вот. Потом, чтобы наросли большие листья, сами понимаете, что надо время. Если мы будем выращивать рассаду, как обычная капуста, 35-45 дней, значит, мы тираем уже время. Тираем время. А поскольку капуста, лист нарастает через один день, листы не вырастут большими, и листья, значит, у нас не будут образовывать хорошую головку. То есть, не хватит времени для продуцирования различных веществ. Значит, рассада капусты. Если мы просто выращиваем, хоть и в парнике, первую посадку, чтобы сделать в середине апреля, значит, эту капусту мы высаживаем в возрасте 25-35 дней. То есть, маленькая рассада, она приживется, и мы успеем до того времени, как будет образовываться головка, успеем создать хорошую листовую массу. Ну, конечно, гораздо лучше и проще, если эту капусту мы будем выращивать сразу, без пикировки. Потому что пикируется в фазе одного настоящего листочка. Вот, но не забываем, что любая пикировка отодвигает развитие растений на две недели. Поэтому мы лучше высеем капусту в стаканчики или кассеты. Все, что у вас есть, любая подходит. Технология очень простая. Заполняем стаканчики почвой. Вот они, они уже стаканчики почвой заполнены. Но для того, не забываем, что наша цветная капуста может повреждаться различными болезнями. Часть болезней мы, конечно, можем предотвратить. Но есть такие болезни, как сосудистый бактериоз. В чем проявляется сосудистый бактериоз? Вы замечали, начинает расти головка, а потом вдруг в середине сгнивает ствол, и головка перестает расти. Сосудистый бактериоз передается только семенами. Поэтому семена необходимо обеззаразить. Не надо нам никакой химии. Нам надо вода температурой 50-52 градусов. В этой воде мы выдерживаем семена цветной капусты в течение 20 минут. После этого мы еще 10 минут держим в холодной воде, подсушиваем и начинаем сеять нашу капусту. Ну, не просто так, чтобы посеять капусту просто так, значит, это будет тоже ошибкой. Что мы сделаем? Во-первых, мы возьмем, сразу набрали земли. Мы каждый стакан, ну, все вот эти емкости мы прольем водой. Каждый стаканчик мы обязательно обработаем доломитовой мукой. Как внести равномерно доломитовую муку. Это дает нам, поможет, такой предмет женского гардероба, как капроновый чулок. Во-первых, запомните, что мы несем аккуратно, мы не только доломитовую муку. Этим чулком мы можем также обрабатывать, опыливать золой наши растения в грунте. Вот более равномерно вы никаким другим способом, ни ложкой, ни чем-то другим вы не несете, как капроновым чулком. Доломитовую муку вы все представляете, но сейчас мы ее насыпаем в этот чулок. И вот каждый стаканчик мы припылили, теперь мы берем семена. Есть некоторые рекомендации, некоторые рекомендуют съесть в один стаканчик по два семени. Я считаю, что в этом нет необходимости, так как цветная капуста имеет очень хорошую скорость, порядка 90%. Поэтому я высеваю по одному семянышку. Высеваем и прижимаем. Наши пассивные, кроме пассивных пленков и ставим в теплое место. Ну температура, если будет температура у нас 20-25 градусов, значит всходы у нас появятся уже на третий-четвертый день. Через 12 дней всходы образует первый настоящий лист. Ну может быть на десятый, раньше нет. Значит, когда появятся всходы, мы температуру снизим. Уже с 20-25 градусов, снизим до хотя бы градусов 18. С какой-то целью делается, для того, чтобы рассада наша не вытягивалась. Ну поскольку нам пикировать не надо, значит мы температуру понизим и наша капуста останется расти в этих стаканчиках. Значит в таких стаканчиках мы можем капусту высадить уже более поздним, 45 дней. А вот если мы будем капусту выращивать с пикировкой, значит мы садим как можно меньших размеров. То, что я вам сказал в самом начале. Наша капуста растет, значит пришла пора высаживать нашу капусту в открытый грунт. Что мы необходимо сделать, чтобы получить хороший урожай? Во-первых, капуста очень требовательна к питанию. Поэтому каждую лунку, где мы будем высаживать нашу, копаем в общем ямку. И в каждую лунку добавляем 1 литр компоста. Ну не литр, 1 килограмм, ну литровая банка. В общем литровая банка компоста на каждую луночку. В каждую лунку мы добавляем или золу, если она у нас есть, 2-3 столовых ложки золы. И или нету золы, значит добавляем 2 ложки доломитовой муки. Все эти добавки штатно перемешиваем с почвой. Высаживаем нашу цветную капусту. Высадили, и вот смотрите, у нас остается заглубление. Мы сильно, у нас есть заглубление, остается типа вороночки. Здесь сидит наша рассада. Не волнуйтесь, вороночку мы постепенно заполним. Наша капуста, если она высажена в таких стаканчиках, она быстро проживается и быстро идет в рост. Уже через 10 дней мы делаем подкормку. Для того, чтобы наши питательные вещества не ушли очень далеко, мы опять вот эту вороночку засыпаем компостом. Где-то пол-литровая банка на каждое растение. Засыпали компостом и после этого подкармливаем. В первый период роста до образования головки капуста очень требовательна к азоту. Поэтому используем или мочевину из расчета 40 грамм на 10 литров воды, или аммиашную селитру. Ну, весной, если погода холодная, то лучше использовать, конечно, аммиашную селитру. Потому что мочевина лучше действует при более теплой погоде. Полили, через 10 дней подкормку повторили. Также не забываем раз в 10 дней давать мне корневую подкормку. Такую же подкормку мы даем под корень мочевины или селитры. И такую же подкормку, только в меньшей дозе, 20 грамм на 10 литров, мы даем по листьях. Обрызгиваем листья. Наша капуста растет на глазах, наливается. Очень хорошие листья образуют. Значит, у нас есть надежда на хороший урожай. Но вот тут есть еще один нюанс. Однако ближе к тому времени. Когда у капусты начинает уже завязываться головка, мы обязательно должны капусту обработать микроэлементами. Что любит капуста? Какие микроэлементы? Капуста любит бор. Капуста любит бор, молибден, марганец. Ну, бор – это борная кислота. Молибден – молибденово-кислый аммоний. А марганец – это все калий марганцево-кислы. Всем знакомы нам марганцовка. Можно, конечно, все эти компоненты. Надо взять 10 грамм бора, 10 грамм марганца и 2 грамма молибдена. Можно их, конечно, мешать самому делать. Ну, лучше купить готовые смеси. Там могут быть, конечно, и другие элементы, микроэлементы. Не волнуйтесь, они не повредят нашим растениям. Разводим по инструкции и делаем хотя бы две обработки по листьям микроэлементами. Эта обработка микроэлементами нам даст то, что капуста будет образовывать хорошие, красивые головки. Когда начинают образовываться головочки, мы уже начинаем усиливать фосфонокалийное питание. Лучше всего, как фосфонокалийное питание – это обыкновенная древесная зола. Только золу мы обязательно просеиваем, потому что если мы будем вносить под растение вот эту золу с угольками, угольки адсорбируют, вытягивают с почвы питательные вещества, и наши растения вместо подкормки получают, наоборот, вытягиваться питание, обедняем почву. Вот в чем и заключается это самое, ну, то не всем помогает зола. Вот такой нюанс надо учитывать. Обработали, и наша капуста растет. Значит, опять не забываем про подкормки. Чем больше подкормок, тем будет больше головка. Но не забывайте, что капуста, значит, потребляет очень много азота, и в то же время в головках она его не накапливает, поэтому не надо бояться азота. Вместо минеральных удобрений можно использовать птичий помет. Его разбавляем 1 к 10 и поливаем растением. Ну, а яму постепенно опять засыпаем перегноем. То есть, вокруг корня образуются дополнительные, ну, корни образуются дополнительные корешки, и они все развиваются у перегноя. То есть, у нас хороший фон, поэтому у нас растет очень хороший урожай. Капуста начинает расти, мы видим, размеры его начинают увеличиваться. Для того, чтобы сохранить ее цвет, особенно у белых сортов, но мы берем, связываем листья, берем листья и связываем, связываем над верхом, эти листики в пучок связываем, чтобы они затеняли наши качаны. Если у нас большая плантация, конечно, делать это трудно связать листья, мы тогда просто надламываем 2-3 верхних листа с южной стороны, как бы надламываем с северной стороной, и они начинают притянять нашу головку. Ну, и мы получаем хороший урожай. Значит, если будем выращивать капусту во трое половине лета, рассаду, что у нас, значит, головки вырастут крупнее, чем первое половине лета, это раз, и во-вторых, и можно уже не притянять. Солнце светит слабее, головки будут хорошие. И вот еще хотел бы что рассказать. Значит, сейчас появилась в продаже гибрид капусты цветной, капусты брокколи, романеску. И вот, кто посадил эту капусту, многие не получили результатов. Значит, я тоже поэкспериментировал и заметил, что вот эта капуста, если все остальные капусты растения нейтральные, дают хороший урожай и при длинном, и при коротком дне, романеску растение короткого дня. А что это говорит? Что ее на рассаду надо высевать не раньше конца мая, начало июня. Только в таком случае она коще не образует хорошей кочаны. При посеве в более ранние сроки она сбивается с ритма, она и не цветет, и не образует кочана. Так что, учитывайте такой нюанс. Советы такие простые, несложные. Если вы будете пользоваться, будете применять, значит, вы будете иметь хороший урожай капусты. До свидания, до новых встреч на нашем канале.